Продолжаем матч с тем же соперником, пытаясь я вернуться в клуб 2600 на плечеси. Конечно, комментирование этому никак не способствует, но у нас другой дебют. Почел соперник сыграть d4. В целом, вот эти все каталонские построения, когда черный слон уже выведен в запешечную цепь, не должны быть проблемными для черных. Но так многие играют, и какой-то смысл в этом есть. На c5 я готов сыграть ферзь f6. Что размен на b3 может дать белым перевес. Тоже, конечно, спорный вопрос. Там есть идея a6, делать d8. Но, мне кажется, вот так вот по идее не. Черные немедленно задают вопросы преимуществ в пространстве белых на ферзь фланге. Но я готов сыграть с лоней е7, 2-0 и c5. Ферзя, возможно, в вариантах придется убрать, например, на b7. Ход c5, конечно, палка в двух концах. Он связан с тем, в том числе с тем, что я отдаю поле b5. Но, объективно-то не должна быть большой проблемы. Ладно, сыграя пока ладья c8. Думаю, что обе ладьи нужны на ферзь фланге. Ходь a2, но вот тут уже надо играть c5, потому что соперник убрал коня с c3. Поле b5 не отдаю, крайне мере, немедленно. Может быть, черные хотят сыграть c4. Может быть, нет. Надо смотреть по ситуации. Е3. Слон f1 белый входит в планы белых. Можно обратить c4. То, что я изначально задумывал. Можно обратить слон d3. Кстати, интересно смотрится. Размен белопольных слонов по структуре явно выгоден черным. Если его не менять, то он сейчас на c4 перейдет. Начнет задавать конкретные вопросы. Так что, наверное, ход с тон d3 неплох. Конь d2. Таким вот образом белые пришпущения защищаются от слон c4. Ну, наверное, имеет смысл. Надо найти какое-то выгодное продолжение игры, зачеркнусь здесь. Есть странный ход g5. Может быть, аризонный ход g5. Все-таки слон белых в неприятном положении после этого. Хочется попробовать так сыграть. Не знаю, насколько это опасно. Давайте попробуем g5. Сусловно e5, d3 будет вопрос в том, куда убирать моего коня. И стоит ли пропускать c4 в промежутке. Хочется пойти на g4, чтобы надавить на обе славости. Но вроде белые могут пойти f4. Я не успеваю надавить на e3. Уж на c4 последует ферзь d1, и мой конь под боем. Правда. Пойду там конь e3, есть какая-то тактика. Вот я e3 слон c5. Ферзь d1. Видимо, не работает. Ладно, тогда уберу коня сюда. Визуально выглядит не очень. Может быть, не стоило вообще идти на всю эту операцию. f4, да, разумеется. Вполне ожидаемо. Пробую пригрозить разменом ферзей, потому что мне не нравится опасное положение моего короля при ферзях. Просто в данный момент ферзь белых расположен так, что ему довольно тяжело уклоняться от размена. Ферзь c3 смотрится очень странно на ход. Таким образом белый отнимает последнюю клетку своего коня. А ферзь d1? На ферзь d1 последует ферзь b2. Поэтому да, размен ферзей состоялся. Конь c3, слон c6. Белый выправляет положение своих фигур. У меня есть слабость на королевском фланге, но при отсутствии ферзей это все не так страшно. Может быть, хочу сыграть... Хочу сказать, b5. Может, тоже c4 я хочу сыграть. Коня на c5 повести. Или f6. Или b5. Давайте начну с b5. Может быть, b5 слишком вялый ход. И... Надо было играть пожестче. И черном очень хотелось бы... Ну, то есть, мне очень хотелось бы провести f6, но... Мне, наверное, не толкнулся ли это на конкретные неприятности. Если... Белый серьезно не изменит позицию своим следующим ходом, я сыграю f6. В целом, мне кажется, что это должно быть более выгодно. Прошу прощения за фоновый шум. К сожалению, в этом доме я живу не один. f1. Ну, тут при таком положении коня. Кажется, f6 просто необходимо. c2. Попробую даже взять, наверное. Если сказать, e5 или король f7 сначала. e5, ладно. В центр приходит движение. Не, на слон h3 просто e4, поэтому надо брать. Но здесь у черных очень активная фигура. Должен быть перевес. Активизирую чернопольного слона. Хочу уже пойти на e3 и создать матовые угрозы. К сожалению, любое движение моих пешек по центру связано с тем, что я отдаю поля. Поэтому d4, наверное, пока рано. Хотя вот в этой позиции уже серьезно рассматриваю. d4, понятное дело, что он приходит с шахом. На коне e4, видимо, слон d2. Хотя выиграли, я там материал, вопрос. Но времени мало, надо что-то делать. Сыграю так. Надо брать и ладей 2 играть. Да, тут я возьму. Возьму на b2. Наверное, еще здесь возьму, а потом возьму ладью. Должно быть легко выиграно. Да, и пешки накатывают. Заперник на флажке решил подставить не ладью. Я действительно не среагировал на это. Но вряд ли это изменит результат партии. Ну да. Не совсем понимаю, почему тверник не сдавался. Ну да ладно. Пока всем спасибо за внимание. Пока.